Приветствую Толика, Ярчика, Анатолия. Я думал, ты кланяешься мне. А у тебя ручка упала, Ярчик. А, бутылка упала. Ребят, смотрите. На самом деле, ожидаемый поединок фигура Фултон сорвался, Брэндон заболел коронавирусом, поэтому я очень ждал этого поединка, поскольку ожидал очень интересного боя фигура, который и боксировать умеет, и драться лезет нехило, против Фултона, который технически очень совершенен, маневрен, хорошая работа на ногах, хороший тайминг, очень бы интересный бой получился. Но, как говорит мой врач, Юра, кто хочет найти коронавирус, тот его находит. Вот, и фигура нашел. Поэтому у нас только два поединка, по сути, которые вот завтра, точнее, в пятницу утром, состоятся в Голливуде, штат Флорида. Это Сергей Богачук продолжает возвращение. Он будет проводить поединок против Рафаэля и к Бокве. Ну, и Али Ахметов, если помните такого, который один из раундов побеждал Карлса Гангору за вакантный титул чемпиона и Бео во втором среднем весе, а в 12-м один раз упал, прилег, а второй раз, в общем, заснул, проиграв Гангоре нокаутом в 12-м раунде. Он как раз будет возвращаться в противостоянии против Давида Зегара. Вот, собственно говоря, и два поединка. И на этом можно было сказать спасибо, до свидания. Ну, поскольку у нас, как бы, в гостях, уже не на постоянной основе, ты у нас в гостях, Анатолик, вот в гостях. И тебе нужно чаще бывать. Вот, ну, поскольку Толик у нас, Толик, мы много обсуждали в понедельник боев, и интересно нам же, конечно, твое мнение. Поэтому давай быстренько. Я же говорил... А на каком именно? Вот... Ну, нет-нет-нет, я тебе буду говорить. Филипп Рогович, Марко Родонжич. Марко Родонжич просто опозорился. Там вообще этот Филипп Рогович, этот даже и не попадал чисто. Он просто падал. Вообще было очень неприятно смотреть. Такой бокс мне не понравился. Родонжич вообще никакой. Просто никакой. А Рогович, как мы и говорили, скудный арсенал, ничего не показал. Такого, чтобы насладиться боксом. Все. А ты смотрел вообще в понедельник наш выпуск? Да, смотрел. Ты слышал у нас спич о человеколюбии? Да, я слышал, как вы говорили, что... Да, но это, знаете, здесь человеколюбие, но они зарабатывают деньги. Я когда выхожу на работу, я свою работу должен сделать хорошо. Если я не буду делать хорошо, буду в виду штрафы, могут полезть должностью. Так и здесь. Каждая своя работа. Если они выходят, выполняют свою работу, не надо как этот... Родонжич. Вот такие вот. Просто я думал, или он джо-джитсу занимается, или он джо-джитсу занимается, или он джо-джитсу, фавтор хочет. И удар только касался его, он уже валялся. Там не были такие сильные удары, чтобы он там падал. Просто он... Он туда пришел просто отбывать номер. И все. Эти 20 чем-то там боев, его просто он, наверное, дрался, я не знаю, там, с акоголиками, наливайки. А ты, когда дежуришь, часто становишься свидетелями боев, вот бомжей в наливайке? Да, да. Вот типа такого. А, ну теперь понятно. Только когда мы приходим, мы им показываем, как правильно надо, чтобы они учились. Ага. То есть, первый раз Родонжича тоже запирал, да? Да, да. То есть, смотри, вот получается, ты тоже, а ты акцентированными ударами опускаешь их на асфальт? Либо... Нет, нет, нет. Потому что есть прокуратура. Потом будет очень... Очень такие вопросы могут быть. А у тебя нет знакомого прокурора? Нет, потому что я не коррумпированный человек. Нужно быть коррумпированным, чтобы... Толик бьет просто электрошоком, Мы больше так, больше борьбы, больше борьбы. А я думал, мы больше базаром чисто давим. Авторитетом. Пацаны, вы знаете, кто я? Знаете? Вы что, не смотрели YouTube, что ли? Хорошо. Толяныч, тогда Тони Йока Петер Милаш. Вот Тони Йока мне понравился. Вот он растет. Видно по его боям, что он не стоит на месте. Действительно, вот как я и говорил, то Тони Йока будет интересный парень. Очень приятно видеть человека из Европы, который боксирует в таком хорошем стиле и растет. Очень мне понравился. Молодец. Окей. Оскар Вальдес с Роберто Концепцион. Концесао, прошу прощения. Это был, наверное, самый интересный бой на этих выходных. Концесао, он показал... Концесао, Концесао, я прошу прощения. Концесао, да, он показал, как можно Оскар Вальдес выиграть. Как можно его выиграть. Ему не хватило чуть-чуть. Я посчитал там разницу в одном... Один-два очка он проиграл. Один-два очка. С первого по пятый раунд я дал все ему. С первого по пятый. А уже дальше там какой-то раунд он еще там взял, то ли десятый, то ли одиннадцатый, я не помню. Я ему дал. Я дал шесть раундов ему. Остальные дал Оскару. Самое главное, что не шла речь о руке и сердце. Нет. Окей. Я хочу увидеть реванш Вальдеса с Берчельтом, потому что как бы я думаю, что Берчель после коронки был, после коронавируса, может быть, потому что напрашивается. А Оскар, он маленький в этом венсе. Он талантливый, но он все-таки маленький. Ты знаешь, что ты знаешь такую фразу. Маленький королек. Точно так же и в ринге. Толяныч, я что-то с математикой хреново дружу. Ты говоришь, что отдал одно-два очка и в том жрешни говоришь, что шесть раунд отдал. Если брать десять-девять, да, на два раунда или один раунд больше выиграл в Оскар. Соглашаюсь. Я так. Один-два. Там один спорный можно отдать. Один-два. Больше нет. Но он показал, как можно... Там ключевое было, когда сняли балл. Вот это был ключевой раунд. Не, но если бы сняли балл, было бы 115, не 115-113, 115-114. Мне напомнило это бой примерно такой, как был Пакияо с Турманом. Там у Пакияо просто был нокдаун, за счет нокдауна выиграл Турмана. А здесь за счет палла и немножко больше акцентировал, более точных ударов. Немного более точных. А больше мне казалось ударов концепциалу бросал больше. И более технический мне он показался. Он показал, как можно его выигрывать. Поэтому я думаю, если Берчилль не поднимется в 61, я думаю, если будет реванш, я с большим удовольствием это посмотрю. Бой мне понравился очень такой. Именно этот бой для любителей бокса очень такой конкурентный бой. Это не такой бой просто, где мы знаем, что этот фаворит и это за здесь не было фаворита. Здесь по бою, когда я уже дошел до счета раунда, я думал, сейчас будет, сейчас проиграет Вальдер. В этом раунде меня начали почитать такие мысли. Пока Мантафон, Царя Медальон. Кожаных куртки три. Ясно. Ну и а что ты скажешь по триллеру и венту? А, по Тищенко вы имеете, да? Нет, Тищенко это говно, а я про триллер. А Белфорде, а Белфорде Халифильде. Хорошо. Ну если, смотри, если, если ты хочешь говорить о Тищенко, давай поговорим о Тищенко. Нет, давай поговорим. Понимаешь, если Тищенко обижаться, то обижаться на всех. Знаете, что я скажу? Вот посмотрите бой Кудряшова с Дорти Косом, да, когда Кудряшов был в лучшей своей форме, как он проиграл. И поэтому Тищенко сейчас петь реферансы не стоит, потому что он очень далеко от этого уровня. Нет, так никто у нас и не пел дифферамбы, то есть у нас Тищенко ассоциируется с говном. Для этого уровня он его перебил, выиграл, но уровень бокса мирового он очень далеко. Ладно, хорошо. Дэвид Хейх, Джо Фурнье. Дэвид Хейх я не смотрел. Белфард, Эвандер, Холифилд. Это было такое зрелище, жалко. Я как бы Холифилд, как он падал. Я не ожидал, что Белфард в такой хорошей форме и сможет это сделать. Ты знаешь, обычно говорят, это не Белфард был в хорошей форме, это Холифилд был в никакой щи. Ладно, заполнили мы пробел понедельничного эфира. Лучший боксер был Джунта на катании. Лучший боксер недели. Лучший боксер недели был Джунта на катании. Почему же? Потому что он боксировал так же не с каким-то там десятым номером, а с первым или вторым номером его организации. Это тоже можно считать топовый боксер. и так его избить. Во втором раунде я думал, уже остановят. Когда тогда пришел доктор, я думал, уже остановят. Там говорили, травма, какая травма, он ему нос сломал или перебил. Это все по правилам бокса, никакой травмы, эта травма не случилась в раздевалке, это во время боя случилась. Очень, вот, молодец, 23 года, красавчик. Я считаю его боксером недели. Боксером недели. Да, на прошлой неделе он был самый большой красавчик. Я считаю, что все-таки Оскар Далахоя самый большой. Ой, этот вот, Оскар Вальдес. Оскар Вальдес. А Оскар Далахоя красавчик, потому что срулил вовремя с поединка против Белфордов. Да, Оскар Вальдес можно посчитать как лучший бой, но как боксер, который просто вынес своего соперника это джуба на катание. Ну, ясно. Окей. Но боксер как личность это другое. Как бы в этом смысле я имею в виду. Игорь. Знаешь, что общего у меня с Александром Усиком и с Дональдом Трампом? Не знаю. Потому что Дональд Трамп, как и я, оказывается, комментатор бокса, а Усик, как и я, никогда не станет чемпионом мира в хэви-вейде. Ладно. Анатолий, ты ничего не скажешь? Я промолчу, я все скажу, ты в кулаке 25 сентября. А я думал, варежки скажут, потому что кулаки-то будут варежки. Ладно. Пускай будут варежки. Ладно, ладно, ладно. Окей, давайте говорить Богачук и Бокве. Какие мысли есть по этому поводу? Потому что, честно скажу, у меня единственная мысль, которая меня посещает, что мне похер. Ну, вот реально. Вот скажите, пожалуйста, что можно ждать от этого поединка? То есть, что Серега Богачук из Винницы, он классный пацан, он наш там, он обалденный, действительно, он очень хороший человек. Но его карьера на сегодняшний момент, ну, хорошо, давайте скажем так, есть ли продолжение у карьеры Сергея Богачука? Анатолий. Ну, у него есть продолжение карьеры на данном этапе, давайте сказать, Соперников, в принципе, подобрали, думаю, неплохого, который вроде сильно и не бьет, который не сильно так уж и подвижен, но, тем не менее, немножко маневрен. И он, по идее, если они, конечно, сделали какие-то заготовки, выводы, будут пробовать что-то в этом поединке, проработать, наработать. Анатолий, Анатолий, это просто слова. Что именно? Вот скажи, пожалуйста, вот глядя на Богачука, да, зная его стиль, достаточно долго следим за ним, что Богачук может изменить в своем стиле? Помните, мы, когда он возвращался в первом раунде, побив таксиста, вот, мы тоже говорили, вот, а что же Богачук, какие выводы он сделает? Вот, допустим, ты какие выводы, ну, какие, что ты ждешь от Богачука, что он должен сделать, чтобы, ну, заставить Анатолия Павлюка сказать, блин, это классный бокс был. Ну, я вам скажу, что в первую очередь он должен не заряжаться на сразу активный струк ударов, то есть, в первую очередь он должен спокойно работать максимально больше передней рукой, через корпус, через голову, и подключать иногда доки, то есть, сегодня не должно быть вот этого навала, который, первый удар идет передний, потом средняя дистанция, и сбоку, снизу, сбоку, сверху, только как хочешь, но это уже идет именно в таком силовом боксе, то есть, я не хочу видеть именно силового бокса его, я хочу видеть, чтобы он соперника под свои удары раскрывал, то есть, под свои комбинации, то есть, это работа передней, смотрите, какие-то бойки, легко, где-то дать даже, чтобы по нему ударами позащищаться, посмотреть, то есть, как вот, посмотреть умный бокс хочется, увидеть, что он может работать именно как боксер, как файтер, не просто как навала силы, которая будет идти, удар, зацепился, и 55 ударов пока не упадет, либо перетерпит, или тот ему еще бить в ответ, и начнется вот эта волокита, которая часто у него бывает, больше, более умный бокс, то есть, работа передней рукой, работа на дистанции, не кидаться, и не создавать сразу вот этот колоколь, а все-таки работать точечно, и давай, если попадания будут вот эти двойки, тройки, можно развивать, он тогда будет выглядеть совсем по-другому, как подготовленная комбинация для конечного результата, как-то вот так, я это вижу. Ярчик, теперь скажи, пожалуйста, вот Толик сейчас нарисовал, Анатолий нарисовал образ Мухаммеда Али, сможет ли богачок сделать то, что хочет увидеть в нем Анатолий? Мухаммеда Али, смотря на то, что Анатолий прийме, и как муцно будет спать, чтобы ему такая штука приснилась. Я хочу сказать, такую речь, я не, я эксперт, я очевидец, я не могу что-то радить богачоку, потому что я в этом не сильно компетентный, я лишь коментую то, что бачу. Хочется, звичайно, чтобы он пропускал меньше ударов, но с его стилем, ну, это такой, можно сказать, джаггернаут стайл, иду вперед, приймаю все на себе, не вижу перепон. Ему требует тренера, который больше навчить его не закрепощаться так, и не пропускать столько. Это такая моя делитанская думка. Толяныч, ну, а ты что можешь сказать? Этот бой богачка, который будет сейчас, это вот уровень, который, как бы, вот его соперник, давайте от его соперника отталкиваться. Его соперник, я его вижу таким вот, чисто американский такой вот парень, чисто американская школа, и вот богачок, вот этот вот соперник, знаете, как бы, допустим, Нью-Йорк против Джерси, там, допустим, или Картбангрии, там, западный Лондон против Южного Лондона, там, Матетта против Северпуля, вот такие вот боксерские матчи. Если сейчас уверенно богачок пройдет, значит, его уровень выше, но если нет, значит, это его уровень. Там, Красноярск против Москвы, Москва против Питера, вот, вот, типа, вот, в этом роде. У богачка какая проблема у него? Проблема с защитой, проблема с, он хочет, как мы раньше говорили, как мексиканец, боксировать, но он же не мексиканец. Я тоже хочу быть такой, как негр, здоровый, физически, вот такой вот, такой генетикой, но я же, мол, я хотел спросить, только лишь Бицуха, либо еще что-то. Понимаете, и вот, и вот так же здесь, богачок он хочет, понимаете, это, он старается, для меня я лично всегда, всегда болею за своих, казах, украинец, это, молдаване, там, русские, скажу, что для меня больше СССР, я буду в этом вечере болеть за богачка, он мне как парень Тифанин, как ботерр, как человек, но мы увидим, от его соперника сейчас зависит его уровень, мы увидим, какой уровень, потому что у его соперника уровень такой, вот, Нью-Йорк против Нью-Джерси, там, вот такой вот местный уровень, если он пройдет его уверенно, но соперник его очень такой, я посмотрел, он такой мускулистый, такой физически сильный, ну, он такой, каким ты хочешь быть, да? Ну, примерно, Юрий, примерно так, примерно так, Мне почему-то что-то он напоминает соперника Баранчика, если честно, который был на позапрошлых выходных. Вот чем-то он мне его напомнил, вот его соперник. И мы знаем, как закончился бой Баранчика. Он чем-то его напоминает мне. Я не знаю, такой же он спарринг-партнер востребный, как и соперник Баранчика, я не помню, как его зовут. Лав, Лав. Лав, да, да, Лав, да. Вот он мне чем-то его напомнил, такой же стиль бокс, американский, такой вот с этими вот уклонами, с опущенными руками, с прямыми ударами, много прямых ударов, много. Как бы так, если сейчас Богачук его пройдет уверенно, то мы можем говорить, что да, он уровня, уже выходит из уровня городов. Уже на какой-то такой уровень больше. Ну чемпиона я из Барбачика я не вижу, я всегда говорил, что я его не вижу с поясом, чемпиона мира, не вижу. Не вижу и, наверное, этого никогда не было. Нет, просто здесь, Анатолий, ты пропустил такую замечательную картину, посмотришь потом в записи. Вот. На самом деле, ребят, я о чем? Анатолий, у тебя микрофон выключен. Выключенный ТБ. Да, выключенный ТБ микрофон. Вот. На самом деле, выключен уже. На самом деле, что я хотел сказать. Богачук, неважно, какой соперник перед ним будет, вопрос-то мой касался, сможет ли Богачук стать лучше. И вот Анатолий как раз нарисовал замечательную картину. Если Богачук хотя бы на одну двадцать пятую, на четверть, вот сможет сделать то, что, в общем, как бы, о чем рассказал Анатолий, это было бы великолепно. Но если вы хотите узнать, что за боксер, смотрите на его ноги. Богачук никогда ноги под собой не держит. Он или ноги позади, либо ноги там он западает на заднюю, чтобы как-то там изобразить оттяжку и атаку. И как бы он ни старался боксировать, все равно ноги у него позади и толкают его вперед, и опирается он на соперника, и стоит в ринге благодаря только тем ударам, которые разгружают на сопернике. И к боку, парень очень маневренный. И вот здесь вот мы посмотрим, насколько, в общем, Богачук, как долго Богачук может гоняться, и как Богачук может, опять же, вот от проигрыша своего сделать выводы, не пропускать сначала, идя на соперника с дистанции, пропускать навстречу, ну а потом еще и пропускать в продолжении атаки. – Ваши прогнозы, Ярчик, Богачук победит? – Понятен, думаю. – Откровенный ответ. Анатолий, твое мнение? – Ну, я думаю, что он обязан побеждать. И, в принципе, соперник, опять же, повторюсь, подобран такой, что он выиграть должен. То есть, другое дело как. Кто-либо увидел опять то же самое, что видели, он его где-то к экватору, или вернее, даже позже, в восьмом раунде, если у него будут быть удачные моменты, особенно через корпус, который замедлит маневренность Рафаэля, сможет все-таки его своими потужными ударами накраутировать. А я думаю, что, скорее всего, так и будет. Но я говорю то, что я хотел бы увидеть, или то, что зачем ему хотя бы надо было бы пытаться работать, если он имеет амбиции на титул или около титула. Или хотя бы для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги за то, что с ним выходят бойцы, которые имеют имя, или которых будут форсовывать для того, чтобы они стали чемпионами, например. То есть, таким, скажем, как трамплином. Но это тоже надо показывать результат. Если просто боксировать в таком стиле, то он опять на какой-то такой средней дистанции слетит, и все про него, скорее всего, забудут. Ясно. А Толяныч, твое мнение? Я думаю, что победит, но его соперник, тот, который послал его в нокаут, также не был нокаутером. Я призываю, чтобы Рафаэль не попал так же. Если попадет, я не думаю, что у него такая держалка. Я думаю, что он может упасть от Рафаэля. Но если не попадет Рафаэль, то Богачук выиграет. Ясно. Али Ахмедов, Дэвид Зегара. Кто-то что-то желает сказать относительно этого поединка? Ну, тут, наверное, скорее всего, для обоих такой путь, который определит дальнейшую их рентабельность. Ну, если еще для... А в принципе, не для обоих, я думаю. Определить рентабельность того, насколько у них еще есть перспективы, скажем так. Ну, если у Ахмедова одно поражение, то еще понятно. То у его соперника 5 боев, 3 поражения. Это будет уже, конечно, окончание такого... 34 победы, 5 поражений. Ну, я имею в виду, что, по-моему, он последние 3 поражения одержал в 5 поединках, если не ошибаюсь. Да-да-да-да. Да, то есть пошла полоса такая, что сейчас для него тоже есть какое-то понимание того, что ему делать дальше и что с ним будет. То есть, если он проиграет и проиграет жестко, то, соответственно, понятно, что, скорее всего, он все, слетел. Если он победит, а еще и победит уверенно, то, понятно, он еще получит какой-то шанс хотя бы с более-менее хорошим... Анатолий, сорян, сорян, а о ком ты сейчас говоришь? Я о перуанце. Слушай, ты слишком хорошо о нем думаешь. Это типичный парень, парень по вызову. То есть, у него единственное будущее – это новая машина такси. Возможно, но это тоже на нее надо заработать. Если он получше здесь, то и на такси не заработает. Я имел в виду, в принципе, это больше. Я не говорил, что у него чемпионские амбиты. А вот Ахметов, который как бы неплохо и шел и так жестко проиграл в последнем раунде, то для него это тоже своего рода такой момент истины. То есть, если он выигрывает, то, понятно, у него еще будут шансы дальше что-то показывать. Если он проиграет, то, я думаю, он тоже слетел с элитой, ему надо уже тогда зарабатывать на какой-то себе такси. Ясно. Ярчиков? Я теперь задумался. Анатолий, ты небагато этих авансов даешь сопернику Мухамедова. Ты его достаточно сильно расхваливаешь. Насправдя, я что-то там ничего такого не побачил. Но, возможно, я не все следовал, так что не беру на себя ответственность это все рассказывать. Вот для Мухамедова это, в самом деле, будет такой доленосный… Ахмедов. Алли Ахмедов. Ахмедов, извиняюсь. Чи він будет мать какие-то перспективы, чи він у… Велком ту Кудря Шоу Клаб, разом до дядячки Хрюнова Підкрилечко. Честно, навіть меня что-то в цей бій не сильно цікавит. Я, коли… Ви мені навіть ссылку на Zoom не кинули. Я так зрозумів, щось або забули, або не хотіли. Я чисто прийшов сюди на Zoom послухати, а про що ж ми будемо говорити, якщо маємо два поединка. Ну, оказывается, смотрите, уже, в общем, как бы 29 минут разговариваем. Тут… можна з вашого подземня? Я просто не то, що отдаю аванс сопернику. Просто у Ахмедова то, що я увидел в каких-то його поединках, так он использує час на свою физическую мощь, которая у нього, безусловно, є. Неплохая ручная скорость, но вот эта самоуверенность, іногда безпечність в атаках приводит к тому, що він пропускає. Согласен. А этот соперник при його в каких-то моментах, он все-таки ударить може. Я не говорю, що він там супер страшный панчер, но нокаутів у нього в його карьере багато, которых він сделал. Понятно, може быть, оппозиція була другая, але якщо ти йдеш з'открытой головою, веря в те, що твоя голова сильніє його кулаків, то може бути все. Поэтому тут, в цей момент. І, опять же, оскільки він восстановився после нокаутів? Буває таке, що люди восстановлються быстро, бывает, що їм і года не хватає, і вообще карьера на цьому їх не ломається, що после нокаутів вони психологічно вже не можуть боксувати, і кожен пропущений удар починає їх ломати. Вот в цьому суть, якби більше. Знаєте, я… А Толяныч, у тебе є що сказати? Що можу сказати? Я согласен, що Олег Ахметов – це із тих бойців, які духовиті, із цього духу, як караванщик Али, який веде караван. Він хоче постійно нокаутировати, він не думає про бою, він не починає шахматову партию, як обмануть, як це… Увиде, що попав, що сильний фізичний, і починає добивати і бити, і не смотрює за защитою взагалі. І тому любой думающий боксер з более-менее хорошим ударом його нокаутирує. А цей соперник, який зараз перуанец, це просто для відповідно, щоб він виграв. Якщо він і тут проіграє, я не знаю, це буде вже крак. Я буду боліти, звісно, за Олег Ахметова, тому що він якби з бувшого СССР. А як боксер Олег Ахметов мені не подобається, тому що мені подобається боксерів, які думають, які на ринку роблять шахматову партию, які знають, коли уйти, коли зробити атаку. А тут просто така дуря і така любительська школа, поставлення з ударом і все, більше нічого. Тут немає боксерського IQ. У нього немає IQ, щоб він показав нам когда-нибудь чи зараз, якщо такий красивий бой. Це бой для простих обивателів, які просто дивляться бокс як хоккей, як футбол, як не знаю, що. Котори просто мощний удар, і все, на цьому все. Воно так. На самом деле я з Олег Ахметовим знаком дуже добре. Я навіть некоторое время занимався його делами, коли я працював в Казахстане. Ну, опять же, боец, скажем так, действительно, он очень непривередливый, скажем, в плане техники. Действительно, все рассчитывает только на свою физическую силу. Здесь Толяныч абсолютно прав. І, опять же, соглашусь в том, що це поединок чисто для возвращения. То есть это не какое-то принципиальное противостояние, это не проверка сил. Это просто бой, скажем так, довольно-таки хороший соперник, чтобы, в общем, Али Ахметов его нокаутировал там где-то к раунду... Сколько там? Восемь раундов. Ну, где-то к раунду шестому, там седьмому. И, в общем, как бы заявил, я закрыл проигрыш и начал двигаться в сторону матча реванша против Карлса Гонгоры. Ну, вот, собственно говоря, и все. О чем больше, в общем, говорить я, если честно, не знаю. Поэтому не стоит развозить, мне кажется, кашу по тарелке. Вот. Кто-то что-то хочет как-то подвести итоги? Мент родился. Каждый болдаван мечтает стать звером. Да. Итог. Итог это будет... Эти выходные будут, простые выходные, потому что есть некоторые выходные, когда, допустим, смотришь какой-то бой спокойно, да. Спокойно можно лезть, посмотреть, в тазник поставить, ножки в теплые воды посмотреть. А есть бои, которые просто... Ты смотришь, где кажется, что пол боя как один раунд прошел, да. А это будут просто простые вот такие выходные. Можешь взять чаёк, лезть, посмотреть так. Ну, главное, не заснуть. Вот такие простые. Ну, я не думаю, что ты специально в 5 часов утра встанешь и будешь смотреть. Нет, конечно. Нет, конечно. Я не встану. Я буду смотреть, конечно, в записи. Нет, не встану. Окей. Анатолий, ну ты хоть поддержишь меня, тоже в 5 часов встанешь. Я тебе позвоню, разбужу, чтобы ты не проспал. Я буду очень благодарен. Всё, вопросов нет. Ты теперь знаешь, когда телефон выключать. Ребят, спасибо вам большое, что, в общем, как бы, ну, даже говорить, в общем, как бы не было о чём-то. Вот. Но мы всё-таки умудрились поговорить и, в принципе, проанализировать то, что, в общем, что имеем. Как говорит мой один товарищ, на безрыбье и жопа соловей. Вот. Поэтому, конечно же, интересно будет посмотреть на Богачка и на Али Ахмедова. Ну, не с точки зрения каких-то перспектив, а с точки зрения, какие выводы они, в общем, будут делать из своих прошлых поединков. Только и всё. Засим разрешите откланяться. Толик, ну, ты будешь в понедельник, чтобы сказать, ну, я же говорил, Богачук-то выиграет. Я не знаю. Посмотрим. Я тоже бы, короче, сказал, что я не знаю, потому что ещё и обсуждать эти поединки. Хотя, чёрт его знает, может, бои будут такие, что, в общем, будет о чём поговорить. Вот. Ярчик Анатолий Толяны, спасибо вам большое, что, в общем, нашли время. Обнимаю вас всех. Берегите себя, своих родных и близких. Ну, и помните, где бы вы ни были. И что бы с вами ни случилось, в понедельник постфайт, а в среду предикшн. Спасибо. Пока вам, ребят. Всё. Пока.